если поставлен ботокс. Смотрите, когда человек идет на ботокс, у меня медицинское образование, я в этой теме не совсем далека и, собственно, в татуаж уже много лет, 2009 года, поэтому отвечаю из своего опыта знаний в той и другой сфере. Ботокс для чего вообще он ставится? Мы знаем, что он, в общем-то, останавливает работу мимических мышц, активность мышц останавливается на какое-то время и, собственно, действие таково, что брови несколько могут поменять свою форму. Те брови, которые могли быть слишком опущены, они могут быть приподнятыми как эффект, могут быть выпрямленными, могут быть залифтингованными. В общем, в принципе, все, что после ботокса происходит, в зависимости от того, какая схема, сколько дозировка была сделана по тем или другим точкам, результат может быть тем или иным. Когда мы с вами работаем с татуажем, мы можем, собственно, работать, как всегда, независимо от ботокса или нет ботокса, ориентируясь, в первую очередь, на анатомию человека. Второе – на рост его бровей. То есть, следовательно, как растут брови, мы сильно от них не отходим, рисунком. Так вот, что будет, если мы начнем работать, когда ботокс уже поставлен или он в процессе того, чтобы он зафиксировался уже, то есть сработал полностью? Ну, во-первых, после того, когда он поставлен, в любом случае, в течение двух недель, это обязательно, да, не меньше, и потом означает, как правило, коррекция. Она также может быть и позже проведена. Вот, поэтому, если работа у клиента еще с доктором по ботоксу не закончена, то в это время вообще нежелательно, конечно, приглашать на процедуру. Да, лучше записать, лучше записать, но позже, чтобы человек уже был в записи. Второе, было бы замечательно, если бы вы увидели мимику и вообще лицо, и зафиксировали, и сфотографировали, возможно, до того, как клиент пойдет на ботокс. Потому что могло так случиться, что он пришел к вам и сказал, что я хочу делать ботокс, я хочу делать татуаж, и вот, в общем, скажите мне, как лучше. И так бывает, когда клиент спрашивает у мастера, как сделать, что сделать первым, что сделать вторым, так же, как и с губами, например. Вот, сделать мне губы сначала, да, а потом бы к вам прийти. Но это уже другая тема, если вам интересно, пишите, разберем в другом эфире, чтобы не путать, да, заявленные темы. Итак, а что делать, если происходит уже эффект, и он уже зафиксировался, да, то есть все, уже стоит, уже ничего не двигается, мимики никакой нет, или частично она сохранена, почти нет. То, в первую очередь, клиенту нужно объяснить, что работать вы будете по анатомическим особенностям, да, это кости, мышечные основы, где укладывается бровь. Про это мы с вами изучаем, как профессионалы мы это знаем. Кто не знает, приходите научу. Вот, для этого есть семинар у нас. Итак, что может случиться, если вдруг вы сделали татуаж на ботоксные брови, будем так говорить? Что может случиться, когда ботокс отойдет? Может получиться так, что клиент подумает, да, что как будто бы это ваш рисунок какой-то не такой. Я по себе знаю, да, я тоже ставлю себе ботокс периодически, и, собственно, я вижу, как меняется стилистика моих бровей, когда у меня идет эффект от ботокса. И как они, собственно, выглядят, когда уже этого эффекта нет. И я себе лично сама делаю татуаж бровей, и делала я его, причем себе, в разное время. Когда у меня был ботокс, да, и делала коррекции, какие-то правки, например, когда у меня не было эффекта ботокса. Я вам хочу сказать, что когда у меня был ботокс, я себе рисовала, да, вот форму, ну, как мне хотелось, да, Там я ее лифтинговала дополнительно. Когда ботокс отходил, я видела, что, собственно, этой формы нет, которую я создавала, пока ботокс действовал. И я видела, что у меня эта форма менялась, потому что менялось само мимическое движение, мимическое движение самих бровей. Поэтому лучше клиенту это объяснить, что рисунок будет нарисован относительно вашей анатомии, относительно ширины ваших бровей, но я не могу дать ответственность за стилистику формы, потому что если мы с вами непосредственно эту форму нарисовали, ботокс отошел, то форма может несколько измениться по стилистике. И клиент это должен понимать. Это нужно объяснить обязательно. Хорошо бы посмотреть на его фотографию без ботокса или встретиться с ним до того, как ботокс еще не был поставлен. В общем, это очень важно. У меня моя ученица, которая задала этот вопрос, я ей ответила так, что ее клиентка, она говорит, я хочу сейчас делать, я не хочу ждать, когда у меня кончится эффект ботокса, вот я хочу такой апгрейд, вот все равно все сделать, и чтобы было все красиво. То есть я ей сказала, я говорю, ты ее предупреди, что ты рисовать будешь из того, что ты видишь сейчас. А то, что будет потом происходить со стилем формы, стилистикой формы, ее изгибы, это будет уже зависеть от того, как будет отпускать ботокс, и как будет на место все это возвращаться. В общем, вот это, я думаю, здесь все понятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!